Прежде чем выступить, насколько мы понимаем ситуацию, изложить ее, я бы хотел отреагировать на слова, прежде всего, президента России, который предупреждает нас о том, что мы должны быть солидарны, и это коснется всех. Да нет, Владимир Владимирович, уже давно коснулось. И как ни странно, как вы говорили, мы вроде бы далеко от этого, а последствия уже почувствовали первыми. Наверное, вы информированы, спецслужбы ваши точно, мы их информировали. Меркель вам пообещала, Запад пообещал, что всех примут. Всех, кто будет бежать из Афганистана, всех примут. Что произошло последние 2-3 суток? Через Беларусь, вы были правы, несколько десятков, может быть сотен, всех не пересчитаешь. Уже афганцев, не иракцев, не сирийцев, а именно афганцев, которых они позвали на Запад, пообещали принять, пошли на Запад. Что сделали поляки? Они отловили, иначе не скажешь, около 50 человек на территории Польши, которые, как они признались, шли в Германию, куда их позвала мутер Меркель. Отловили и под угрозой оружия, строя поверх голов, выдавили их на границу с Беларусью. Естественно, они шли в Германию. В Беларусь они идти не хотят. Таким образом, Польша устроила пограничный конфликт на границе с Беларусью, нарушив государственную границу Беларуси. И уже двое или трое суток эти бедолаги, перейдя границу Беларуси, находятся там, без воды, без еды, под открытым небом. Ну что такое сидеть на границе ночью, уже у нас на границе 7-8 градусов тепла? Обездоленные люди. Сегодня мне надо думать, что с ними делать. Вы слышали многие факты и видели, по крайней мере, это весь мир видел, но Запад молчит, как они больных, беременных, полуживых людей, а иногда мертвых выбрасывают на границу с Беларусью, возвращая их обратно. Вот их обещание, их политика. Поэтому, как тут звучало, верить им нельзя. Я, прежде всего, имею в виду Запад. Они проиграли эту войну, и это надо им признать, и трусливо оттуда сбежали. Но это их проблемы, но мы-то здесь при чем? Поэтому, действительно, идет перекладывание этой проблемы на наши плечи. Проблема беженцев и мигрантов. Есть разные оценки их возможного количества в этой первой волне. Но совершенно точно, что с потоком из разрушенных Сирии, Ирака, Ливии добавятся люди с Афганистана. Они уже добавились. Даже если в конечном итоге они пойдут на Запад, они будут идти и лететь через нас. Спасибо. Спасибо.